Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Александр Лакерник заявил, что Косторной никто не разрешал переход в другую школу. Евгения Медведева о том, что расскажет в своей книге. Александра Трусова о планах на новый сезон. Ну а теперь обо всем по порядку. Вице-президент Международного союза конкобежцев Александр Лакерник рассказал, как относится к идее контрактов между тренером и спортсменом в фигурном катании. Интуитивно мне эта идея нравится. Она имеет резон. У нее могут быть разные подводные камни, проблемы, которые надо обсуждать. Все-таки переходы бывают разные. Есть переходы, которые обусловлены ситуацией, когда спортсмен перестает расти и уходит к другому специалисту, чтобы реализовать себя. И сказать, что все переходы неправильные, это тоже неверно. С другой стороны, мысль о том, что тренер, который вложил спортсмену время, душу, свои знания, а ему говорят, до свидания, я ушел к другому. Мне не очень нравится такой подход. Тренер должен получать за это компенсацию. Но я не эксперт в этой теме. Я высказываю свое личное мнение. Это не позиция АСЮ. Александр, а какой могла бы быть сумма отступных в персональном контракте? Например, при переходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко? Этот вопрос не по адресу. Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо посоветоваться с юристами, тренерами, со спортсменами. И повторюсь, переход к переходу рознь. Часто он осуществляется с согласия самого тренера, когда он видит, что спортсмен уже не сможет у него вырасти. В силу разных причин. И достаточно льда, не хватает квалификации наставника. Это разные вещи, но действительно есть такие случаи, как с Косторной или Трусовой. Спортсмен уходит внезапно, абсолютно не обсуждая это со своим наставником. Человеком, который всему его научил. Как разделить эти случаи? Сложный вопрос, но обсуждать его, наверное, надо. Александр, а стоит ли применить какие-то санкции Косторной за переход вне трансферного периода? Она официально остается спортсменкой Хрустального, школы Самбо-70. Никто ей переход в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции, это уже другой вопрос. Я не готов его обсуждать. Но то, что переход должен совершаться в те сроки, в которые он оговорен, тут сомнений нет никаких. Для этого они и установлены, отметил Лакерник. Также Александр Лакерник поделился мнением о формате серии Гран-при в будущем сезоне, а также о возможном поднятии возрастного ценза в женском катании. Александр, из-за пандемии этапы Гран-при пройдут в виде национальных соревнований, организованных местной федерацией. На ваш взгляд, интерес к этапам в новом формате будет по-прежнему высоким. Если мы сумеем провести этапы Гран-при, это будет очень хорошо, намного лучше, чем бы АйСью вовсе отказалась от этой идеи. Насколько они будут интересны, будет зависеть от состава участников, кто доедет, кто заявится. Это же все будет зависеть от многих факторов. Так получается, фигуристам будет тяжело соревноваться в таких условиях. По сути, мы получим два чемпионата России. И спортсмен, когда выходит на официальный прокат, в первую очередь борется с собой, старается откататься максимально хорошо. Александр, хотелось бы узнать вашу точку зрения насчет возможного поднятия возрастного ценза в женском катании. С 15 до 17 лет этот вопрос обсудят на конгрессе АйСью в 2021 году. Существуют разные точки зрения по этому вопросу, но даже в случае введения ценза, поверьте, это не смертельно, сказал Лакерник. Также Лакерник выслался о переходе Михаила Каляды от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину. «Вы втягиваете меня в разговор, в который я не хочу быть втянутым. Миша Каляда безумно способный спортсмен». Но он не реализовал и трети своего таланта. Если говорить про его переход к Мишину, то вопрос только в том, не поздно ли все это делается. Только время покажет, правильный выбор сделал Каляда или нет, отметил Лакерник. В середине сентября в Москве пройдут контрольные прокаты ведущих российских фигуристов. Выйдет на лед и действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако ни на один этап Кубка России она не заявилась. Снова пошли разговоры о том, что Загитова в спорт уже не вернется. Как бы вы поступили на ее месте? Такой вопрос был задан олимпийской чемпионке 1988 года в танцах на льду Наталье Бестемьяновой. Я бы закончил со спортом. Алина завоевала все титулы, о которых можно мечтать. Очень трудно найти мотивацию. Сложно одновременно учиться в Бузе, куда она поступила, и пахать на тренировках. А вот овладевать профессией и параллельно выступать в ледовых шоу будет правильно. Загитова в таком случае будет получать удовольствие от жизни, но решать, конечно, и ей. Наталья, то есть вы в 18 лет помахали бы своему тренеру ручкой? Я в 18 лет только мечтала о том, чтобы приблизиться к пьедесталу почета на чемпионате СССР. Я бы с радостью посвятил свободное время учебе, но у меня его не было. Если Загитова продолжит соревноваться, она будет и дальше гробить здоровье. Вы за то, чтобы ввести возрастной ценз в женском фигурном катании? Считаю, надо разделить девочек на две возрастные категории. Первая с 15 до 18 лет, вторая с 18 лет. И в каждой категории вручать свои комплекты наград. В 15 лет гораздо проще выполнять сложнейшие прыжки, чем в 19-20. Если не ввести градацию, то мы потеряем навсегда таких прекрасных спортсменок, как Каролина Костнер. Ее женственным красивым катанием все любовались. Наталья, но ведь тогда по логике вещей надо вводить возрастные категории и в мужском одиночном катании, и в других видах. Вот там не надо. Мальчики и юниоры наоборот с каждым годом набирают силу. У них другая физиология. Они в 18 могут делать, чего не могли раньше. Надеюсь, чиновники ISU это понимают, сказала Вестимьянова. Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие цели ставит в новой группе. Александра, на ближайшие полгода ты себе какую-то программу минимум или максимум ставишь? Я хочу чисто катать программой. Конечно, хочу улучшить катание. Я должна хорошо кататься и хорошо вращаться. А пятерной прыжок от Трусовой будет? Я пока что не знаю. Надо попробовать все четверные и дальше посмотрим. Какая твоя самая заветная мечта? Я хочу стать олимпийской чемпионкой, сказала Трусова. В эфире программа «Центральное телевидение» на НТВ. Если хотите посмотреть полное интервью Александра Трусовой, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, бывают ли в спорте провокации со стороны соперников, а также отметила, как важно учитывать психологическое состояние людей вокруг. Евгения, говорят, в балете подсыпают стекло в пуанты, а в фигурном катании бывает такое? Самый, наверное, страшный момент был, когда неизвестно кто одной девочке подрезал шнурки. Возможно, они просто лопнули. Хочу сказать, что в современном спорте, в современном фигурном катании не существует такой войны физической. Наверное, это в силу того, что сейчас присутствует такая вещь, как интернет, более страшная. И война ведется больше информационная, нежели физическая. Евгения, фигурное катание выматывает не только физически же. Я говорю и о недавней истории с Екатериной Александровской. Вы ведь были знакомы? Я действительно очень переживала. Я не могу сказать, что мы с ней были очень хорошими и близкими друзьями, но мы друг друга знали, наверное, с самого начала. Мы начинали вместе кататься. Я видел, как она проходила через трудности, как сменила страну, как сменила вид фигурного катания с одиночного на парное. Для меня, конечно, было абсолютным потрясением то, что случилось. Я сделал большой пост в Инстаграме, чтобы напомнить людям, чтобы они думали, прежде чем говорить или писать что-то человеку. Потому что мы не знаем, что происходит внутри и что у человека происходит в жизни. Возможно, мы можем сказать что-то лишнее. Да, наверное, если мы выходим на лед на соревнования, мы выглядим очень спокойными, собранными. Но это абсолютно не значит, что мы такие и внутри. Потому что мы тоже люди, мы тоже волнуемся, переживаем. Иногда нам бывает очень-очень тяжело. Евгения, а бывают моменты жуткой депрессии, когда и ты как будто находишься в каком-то тупике? Я не буду врать, такое, конечно, было. Если я скажу, да нет, я прекрасно знаю, как выбраться из всех ситуаций. Нет, когда я нахожусь в таком состоянии, я все время себе напоминаю, сколько прекрасных людей у меня вокруг. Мне повезло с семьей, мне повезло с тренером, мне повезло с друзьями. И они мне не дают впасть в состояние отчаяния. Сказала Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ. Если хотите посмотреть полное интервью Евгения Медведевой, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Интервью с Евгением Медведевой находится в нашем телеграм-канале. Переходи по ссылке в описании. Также Евгений Медведевой рассказал о том, что опишет в книге, которую планирует выпустить после завершения карьеры. Возможно, я сейчас немножко разочарую, но в скором времени выход книги не планируется, так как я сейчас нахожусь в процессе фиксирования всех интересных моментов в моей жизни. Жизнь у меня довольно-таки насыщенная, даже если посмотреть поверхностно, то в ней присутствует намного больше деталей, чем многие думают. Насчет откровений, возможно, будет что-то действительно интересное, но сейчас мы с командой не находимся в процессе написания, чтобы выпустить ее в этом году, нежели в следующем. Евгения, а будут ли в книге какие-нибудь скандалы? У меня не стоит цели делать какие-то разоблачения или разводить скандалы, просто хотелось бы рассказать о самых ярких моментах моей жизни и что именно я испытывала и чувствовала, когда переживала все это. Хотелось бы составить положительную ауру, сказала Медведева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!